Доброе утро, уважаемые телезрители. Рубик и звездный гость. Я, Дмитрий Пивоваров, приветствую вас в это зимнее замечательное утро. Февраль и конец января уже дали нам небольшой импульс, который, надеюсь, выльется в интересные разговоры, встречи и победы нашей республики, нашего города в различных конкурсах и фестивалях. Сегодня в гостях программа «Новое утро» начальник управления культуры исполкома Казани Айгуль Горнышева. Доброе утро, Айгуль Альмасовна. Доброе утро. Итак, я знаю, что проект, который был придуман у нас в Татарстане, литературные дворики и книга «Фест» отмечен на престижном международном фестивале городских практик. Буквально вот на днях только вернулись с Москвы, где получили диплом международного смотра конкурса городских практик городов СНГ и Евразийского экономического сообщества. Название говорит само за себя. Город, где хочется жить. Хочу показать этот диплом. Вручен он был в Москве. И высоко очень оценен и большой интерес вызвал наш проект «Литературные дворики и книга «Фест». Это литературные проекты, цель которых – это вывести библиотеки на городские пространства Казани. Действительно, «Литературные дворики» – это первоначально их название. Он сначала шагал по дворикам Казани. Прошлый год мы уже освоили парки, скверы. В этом году проект продолжится в год водоохранной зоны. Наверное, мы оккупируем таким интеллектуальным литературным контентом набережные Казани и озеро Булак, Кабана, скажем, и Казанки. Тот город, где читают, в этом городе комфортно жить, в этом городе интересно жить. И туристам, всем гостям интересно вызывает, что же это за город, в котором действительно люди читают открыто во двориках, в парках, скверах. С наших литературных двориков уходят с книжкой под мышкой, а это в формате букроссинга. Такой, скажем, книгообмен, книговорот в Казани. Ну, вы знаете, цифры говорят сами за себя. Более 500 тысяч книг разошлись в процессе букроссинга. Только за год, вот если посмотреть, все мероприятия, вот в год литературы минувший, а авангардом этих мероприятий это централизованная библиотечная система. Проще говоря, наши городские библиотеки. Их у нас в городе 50. Так вот, проведено порядка 5000 мероприятий, как в стенах библиотек, так и извне, на городских площадках. Библиотеки отчасти, они удовлетворяют и финансовый, скажем, дефицит, потому что не все могут себе позволить купить книгу. Совершенно верно. И одно из таких ценностей этого проекта, комиссия, которая оценивала, в нее входило 119 экспертов с Российской Федерации, и не только, не ограничивая страны СНГ. Они отметили доступность социальной услуги, которую оказывают в библиотеке. Вы помните сцену из фильма «Москва слезам не верят», когда Муравьева читает ремарка «Три товарища», ее спрашивают в будущем, что вы читаете, говорит, ремарк, он говорит, не слышал, она говорит, сейчас вся Москва читает. Такая была фраза. Вот все-таки у нас уровень потребления чтения повысился с момента первого, скажем, дворика, то есть люди потянулись к книгам. Только за минувший год полтора миллиона книг было выдано библиотеками. Это не считая того, что в рамках читального зала еще приходят, читают. Не считая тех, как я сказала, цифру более 50 тысяч книг, просто в формате букросинга разошлись по рукам. А какие дворики в 2016 году нас ждут, если можно приоткрыть завесу, и какие, может быть, литературные мероприятия хорошо выстрелят в этом году? Они начнутся, продолжатся не только с наступления теплой погоды, но мы начнем уже стартовать сейчас. Один из ближайших литературных двориков у нас не на улице, скажем, в помещении у нас пройдет с участием Гузель Яхиной, потому что это, смело можно сказать, это прорыв, имя минувшего года. И я хочу напомнить, что Гузель Яхина, вот та награда, которую она получила, кстати, в рамках Аксенов Фест, а это была кульминация года литературы для Казани, эта награда действительно стала настоящим звездным билетом для нее в большую литературу, потому что после этого череда наград пошла. В этом году у нас будет юбилей на Аксенов Фест, что, конечно, налагает дополнительную ответственность, и это будет в более крупном масштабе проведен с приглашением очень интересных людей. И также в литературной дворике мы ждем интересных гостей, мы ведем переговоры, не хотелось бы сейчас говорить, чтобы просто не сглазить. Уважаемые телезрители, сегодня в гостях программа «Новое утро» побывала начальник управления культуры из полкома нашего города Айгуль Горнышева. Наша программа продолжается, и всего самого интересного побольше читайте.